Будем обсуждать. Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего с нами в эфире уже. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Студия, спасибо, что пригласили. Спасибо, что нашли время для Фридема. Иван, итак, как видим, эвакуация продолжается, обстрелы усиливаются. И по информации Генштаба ВСУ, Российская оккупационная армия на Купинском направлении при поддержке авиации пытается штурмовать наши позиции. ВСУ отражают эти атаки. Наши военные аналитики говорят о том, что Купинск это сейчас мечта для российской армии. Узловой пункт ЖД-линии. Город, который нужен россиянам для улучшения позиции в своей логистике. Иван, как вы оцените и работу наших сил обороны на этом участке, и что можете сказать о тактике и планах россиян? Интересно ваше мнение. Да, смотрите. Ну, это второй Бахмут, без преувеличения. Они пытаются его взять, потому что на всей протяженности фронта это единственная локация авгейская, где у россиян хоть что-то рисуется более-менее в планах, в намерениях и в результатах хоть что-то получается. И еще раз, не нужно быть большим специалистом. Открыли карту, дипстоит, увидели, что 7 километров осталось россиянам для того, чтобы закрыть это кольцо, взять в окружение. Вы сейчас говорите об Авдеевке, я больше о Купинском направлении говорю. Ну, я пока вот Авдеевка, я по тебе объясню, почему я сейчас веду логику такую, что сейчас они бросают все силы на Авдеевское направление, им нужно его непосредственно взять, непосредственно доложить наверх, что они сделали его, но в то же время, время идет, время идет, они взять его к остановленному сроку не получается. И вот тогда включается вот такая тактика, хорошо, мы не можем взять нахрапом, нахрапом уже несколько месяцев, а давайте тогда растягивать вражеские силы, то есть украинский, по всей линии фронта, давайте создадим напряжение, вот сначала здесь, да, максимальное, украинские войска подтянут свои силы, резервы какие-то, а потом в одну ночь мы переместим какую-то большую группировку войск на другое направление, вот в частности это получается Купинск-Лиман. И внезапно в один момент создается напряжение в другой локации, и расчет такой, что там, вот на Купинск-Лиманском направлении, уже меньше там войск, да, меньше боеприпасов, меньше западной техники, они все уже сконцентрированы на Авдеевке, и таким образом попробовать пробить нашу оборону. В принципе, это классическая тактика, это вот растягивание, наши команды тоже активно этим пользуются, создает долгое время напряжение на одном участке, да, показывая, что мы хотим пройти здесь, а потом внезапно бьет в другом направлении, где, как кажется, слабее. Вот точно так же Российская Федерация играет. Сначала на Авдеевке, теперь вот Купинск-Лиман, потом может переместиться в третье направление, или наоборот вернуться под Авдеевку. Иван, в последнее деприкованное внимание сейчас, да, не только к ситуации на восточной линии фронта, но и на Херсонском направлении. 11 ноября мы вспоминали и говорили о годовщине освобождения Херсона и правобережной части Херсонской области. В эти же дни говорим о страшных обстрелах со стороны российской армии, которым подвергается этот город и населенные пункты области. Ну и, Иван, интересно ваше мнение по поводу появления сообщений с российской стороны, которые были вчера, о том, что российская армия готовится уйти и с левобережной части Херсонской области. Но, напомню, наши военные такой активности не наблюдают. Так, смотрите, ну тут тяжело разобраться, потому что сами россияне до конца даже в своих телеграм-каналах они для себя не прояснили, что же это было. Либо это мальчик, девочка, который сидит на новостной линии, ошибся. Была версия вброшена, что якобы кто-то случайно с копипастер, скопировал и вставил старое сообщение, с Херсон называли, или Харьковское направление, но по датам оно не бьется, и по формировке не бьется, поэтому эта версия отпадает. Они сейчас сами разбираются. Но вот одна из последних версий, которая циркуляет в российском информационном сообществе, это, что это был якобы брос от украинской стороны, что каким-то образом связались с ТАС, российским агентством новостным, передали это сообщение. И главный посыл какой? На что идут? Как аргументируют, что это украинский вброс был? Украинская дезинформация? Потому что там звучала такая фраза, группировка Днепр, а россияне говорят, мы такую формировку не используем. Она используется только в украинском сегменте интернета, украинскими комментаторами, украинскими спикерами. То есть это вот те сплетни, которые есть, которые гуляют. Ну то есть последнее свежее, это что якобы украинский вброс был. Ну смотрите, на мое усмотрение, что вот левый берег... Так когда запутались, да, всегда очень выгодно обвинить в чем-либо, в принципе, Украину, как всегда, собственно. Ну да, кто сбил Боинг-Малазийск, конечно, это украинцы сбили. Кто обстрелял Боинг-Малазийск, конечно, украинцы, да, сами себя. Запорожская АЭС тоже украинцы обстреляли. Ну это мы делимся с вами, там последними, скажем так, непроверенными данными. Методы российской пропаганды, да. Да, и что интересно, что, значит, мое убеждение, что левый берег Хрисонской области может стать тем самым направлением, тем самым большим результатом, на который мы рассчитывали последние пять месяцев, которые мы хотели получить. Наши западные друзья рассчитывали, потому что, ну, очень осторожно держат там пальцы и кулаки за наших военных. Ну, у них пока предварительно, неверифицировано, неподтверждено, но пока есть там продвижение. И сами, опять же, россияне на тех направлениях говорят, что есть закрепление, есть продвижение, туда подтянуты дополнительные резервы российские, чтобы сдержать. Ну вот пока вот такая ситуация. Да, это действительно так. Я видел сегодня сообщение уже и от Офиса президента Украины, которые говорили о событиях Херсонской области. Но понимаем, что информация чувствительна. Не будем мешать нашим вооруженным силам делать свою работу и не будем вредить им нашими обсуждениями. Иван, давайте еще рассмотрим одну версию. Возможно, эти бросы, которые сейчас происходят, они пишутся и совершаются под воздействием алкоголя и наркотиков. Вот, допустим, британская разведка пишет о том, что россияне на фронте в Украине как раз и злоупотребляют наркотическими веществами и алкоголем. Одной из причин этого является отсутствие ротации боевых подразделений. Таких любителей целых 15%. И наркомания и алкоголизм подтверждаются высоким уровнем дисциплинарных нарушений, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением горячительных напитков среди российских военнослужащих. Иван, 15% — это высокий процент или же некий стандарт для российской армии? Ой, трудно сказать. Какое-то это много, это мало. Ну, то есть, понимаешь, что это не мало. 15%, если такое число называется, то это серьезно. Нет такой статистики, например, по афганской кампании, нет такой статистики, ну, детальной по чеченским воинам. Но главный посыл какой? Если там, где есть большие деньги, ну, там, где платят с этим военным, тысячи рублей, сотни тысяч, 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей платится, то понятно, что не все эти деньги военнослужащие пересылают своим родным, близким. А у кого-то родных, близких нет. У кого-то плохие отношения. Кто-то просто сам себе все оставляет. Но эти деньги потратить банально нет возможности. Где ты их потратишь в прифронтовой территории? Ну, максимум, что купить бутылку водки, ну, уже скучно, да. Слишком много для АТОСа, слишком мало для графа Делефера. И вот тогда, там, на этой территории, к сожалению, ну, надо признать, и у нас пытаются появляться. Наркодилеры, к сожалению, пытаются. И вот в Российской Федерации тоже не появляются очень сильно. Которые при помощи, с поддержкой своего военного командования, при поддержке негласных кураторов из военной контрразведки, они продают наркотики, и, конечно, делятся заработанным с теми, кто должен это пресекать. То есть это огромнейший бизнес, потому что есть люди, которые готовы купить за большие деньги, и есть люди, которые готовы всегда продать. Ну, и вот причина алкоголизма и наркомании, по информации от британской разведки, это отсутствие ротации. Как вы считаете, почему этого не происходит? Ведь мы знаем и понимаем, ни для кого не секрет, что у россиян живой силы предостаточно. Предостаточно, но в то же время ее не хватает. Она в большинстве своем теоретическая. Она на бумагах, в планах. Например, говорят, вот у нас 13 миллионов потенциальных одолжников, которые вообще по всей Российской Федерации, которых можно привлечь к войне. Но они-то на бумаге практически, они в военкоматах не стоят. Да, там кого-то набирают. Например, один из отдаленных районов признался военком. Что что было? По-моему, это была Якутия, очень далеко где-то от центра, что для того, чтобы выполнить план, будут набирать по 15 человек из каждого села. Да, это военком Якутии. Да, не пропагандистское клише, это вот сообщение в российских СМИ. То есть ваши зрители с Россией могут это проверить, чтобы не обвиняли ни нас, ни вас. Потому что что вы там распространяете фейки? Это ваше средство массовой информации. И они говорят, что по 15 человек из каждого села будет набирать то, что план не выполнил. С одной стороны, медведи рапортуют, что ура, мы тут набрали там 300 тысяч контрактников и 85 тысяч добровольцев. Судя по всему, что не везде набрали, это с одной стороны, не все позиции закрыты, а с другой стороны, мы видим, как они погибают. То есть масса фото, видеоматериалов, как кассетными боеприпасами наши военные накрывают. И сами военкоры российские пишут, что украинская тактика следующая, с их слов. Сначала накрывают скопление живой силы кассетными боеприпасами, потом эти все, кто выжили, пытаются сбежать, какие-то, не знаю, доты, дзоты, какие-то дома, пристройки, которые находят. И потом, под корректировку украинского дрона, прилетают стандартные снаряды, классические, в эти вот постройки. Народ снова, кто остался живым, выбегает на открытую местность, и там снова их накрывают кассетными боеприпасами. Поэтому, конечно, расход живой сил в Российской Федерации большой, она потенциально есть, но не всегда она приходит вовремя. И еще о расходах российской армии. В отчете британской разведки также говорилось еще о том, что российские командиры наказывают сейчас тех, кто злоупотребляет алкоголем и наркотиками, отправкой в штурмовые отряды Шторм-Зет, которые уже стали штрафными подразделениями этими. Как считаете, а могла бы Россия, в принципе, обойтись и отказаться от таких батальонов с пушечным мясом? Сначала мы помним, и мы с вами многое это обсуждали, это были вагнеровцы, теперь Шторм-Зет, или же такие отряды тоже какая-то неотъемлемая часть российского войска? Вы знаете, слушайте, они нашли выход из ситуации. Путим обсуждали вагнеровцы, что у них жесткая дисциплина, просто динамическая, демонская, сатанистская. Это нарушение, расстрел, предательство, кувалда, пригожь. А российская армия это дать не может. Равняясь мирно, гаввахта, оно не работает. Равняясь мирно, ты сильно военных, которые были на передке, ты их сильно не покомандуешь этим методом. На гаввахту, наоборот, для них это хорошо, он избежит войны. То есть нашли вот этот вариант со Второй мировой в Великой Отечественной. Сформировать штрафбаты, его там кровью смывать, позором. Формирует это такая палочка-выручалочка. С одной стороны, они чистят дисциплину, отбирают самых плохих подразделений, формируют такие сводные, дичайшие подразделения. Вот там, где все отбросы, отбросы, скорее всего, те, кто не придерживаются дисциплины. И направляет их на штурм. В принципе, российское командование решает все вопросы с одной стороны дисциплины, а с другой стороны, находит людей в штурмовые подразделения очень быстро. Кстати, давайте с вами посмотрим сейчас очередное жалобное видео, снятое российским военным, в частности, добровольцем батальона Камчатка, которому не нравится находиться в украинских степях. Ночью, говорит, темно, есть нечего, тепловизоров нет, а еще жалуются на то, что на войне гибнут российские дети. Хочу записывать это видео от Камчатского батальона, которых отправили на убой, которых просто нас, наверное, отправили, которые даже не обучали людей, тут гибнут дети, восемнадцатилетние, не обученные, которые пришли только в этот Камчатский батальон, пробыли на полигоне четыре дня, которые даже не постреляли, потому что не было патронов, и отправили просто на передки всех, просто отправили Камчатский батальон на передки, кто вступил в Камчатский батальон в других регионах. Нас отправили без ничего. У нас нету ни еды, ни питья, ни рации, ни тепловизоров, у нас нету ничего. Рацию мы покупаем за свой счет, одежду мы тоже покупаем за свой счет. Носки, тепло, все мы покупаем за тот счет, который приходят деньги, которые мы должны кормить своих семей. Ну, мы покупаем за них все этот счет батарейки, рации, обмундирование. Один тепловизор стоит сто восемьдесят тысяч. Одним тепловизором мы обжиться не можем. У нас тоже есть семьи, нам есть кого кормить. Еды у нас нету. Еда сюда поступает раз в неделю, и то за ней очень трудно пробраться, потому что везде обстрелы, везде работают снайперы, везде работают арта. Минометы по нам каждый божий день. Каждый день двести-триста, двести-триста. Продержать эту позицию, передох, очень сложно. Иван, ну вот посыл, да, его ясен, в том числе и говорит о том, что восемнадцатилетние на войне, они погибают. Как считаете, кто эти восемнадцатилетние оккупанты? Давайте попробуем угадать. Неужели это еще вчерашние срочники, да, которые легким рощерком пера стали контрактниками? И чем больше, знаете, какой посыл российского командования? Окей, вы можете писать бесчисленное количество вот этих вот видеообращений. Уважаемый Владимир Владимирович, нас сюда направили. Это все как обычно. Но как только вы пишете эти сообщения, моментально вы отправляетесь в самое пекло, в самые тяжелые участки фронта и вы там утилизируетесь. То есть таким образом отбивают желание у последователей записать какое-то видеообращение. Сидите, молчите, да. Будете молчать, вам повезет, вы не погибнете той смертью, которые погибли, те борцы за правду, которые хотели вот дайте нам припасы, дайте нам танки, дайте нам что там, аптечки, рации. Ну, пошли за правду и ноги счесали до пятой точки. Да. Иван, ну и уже практически два года длится полномасштабное вторжение. Этот оккупант рассказывает о невероятных сложностях и проблемах. Как считаете, с чем связаны собственно такие сложившиеся обстоятельства для этих людей на передке? Ну, давай так сразу. Не все подразделения вот в таком плачевном состоянии в российской армии. Ну, нужно быть справедливым и объективным. Есть действительно много подразделений, которые оснащены фипи-ведронами в огромном количестве, которые действительно и рации у них, средства связи есть, и тепловизоры, и снайперские пары есть, и контр-снайперские группы есть. То есть, это все есть. А вот есть отдельные подразделения, которым не повезло, с командирами, которым не повезло с обеспечением и которые страдают вот так, которые утилизируются. Есть командиры, которые просто хотят быть подальше в штабе, они закрываются от реальности, они не принимают участие в командовании, они отправляют. Есть команда отправить какое-то направление, отправили, да, нет поддержки, ни артиллерии, ни танков, вот пошли там, погибли, мы запросим еще. Коррекционная составляющая есть в этом все. И коррекционная составляющая, конечно, слушайте, ну еще раз, это не клише, ни в коем случае. Там большие деньги крутятся, и вот это дает возможность российским штабным офицерам очень неплохо зарабатывать, опять же, в доле с военной прокуратурой, с военной контрразведкой, потому что они за этим надзирают. Чем больше денег есть в распоряжении командующего округом дивизии, бригадой, тем больше вероятность того, что там будет какой-то дерибан и распил этих денег, а сами военные эти деньги не увидят, которые находятся на передке. Да. Ну и, кстати, пока одни 18-летние погибают, россияне, другие 18-летние становятся заместителями министров по физической культуре, например, спорту и молодежи, и молодежной политики. Это я сейчас об Ахмате Кадырове. А если твой отец Рамзан Кадыров, то даже в 15 лет ты можешь стать начальником отдела безопасности своего отца. Иван, что скажете о таких назначениях и о том, почему такая разная молодость у российской молодежи? Так, давайте теперь поехали разбираться. Это мои любимые персонажи, сейчас поговорим на эту тему. Итак, смотрите, вот этот молодой человек назначен 15-летним, назначен начальником отдела обеспечения службы безопасности главы республики Чечня. Ну понятно, он начальник отдела. Это завхоз. Это завхоз. Это отдел обеспечения. Почему туда? Потому что Коронаркадыров не жалеет на себя денег, на свою защиту, на свое комфортное передвижение. То есть в этом отделе собраны, ну, покупают автомобили, да, вот мы видели там буквально несколько недель назад закупили GLE-класс Mercedes, да, вот там стоял на плацу, там, потому что 15 автомобилей, какие-то кадиллаки роскошные, американские внедорожники. То есть это все покупает служба безопасности главы республики. Это стрелковое оружие, самое лучшее, да, вот, которое покупается, самое такое, поход санкций, какие-то глоки, какие-то зигзауры. Вот, кстати, на одной из последних награждений в, по-моему, это было КВБ, Кабардино-Палакаратская республика, плаканская, вот, сын Кадырова пришел с золотым ГЛОКом 34, то есть, секундочку, ГЛОК 34, самая последняя модель. То есть, ему дали возможность поиграться в этом магазине сладостей, вот, ты можешь брать все, что хочешь, но ты же, это же, сын папы, да, там, мальчик, кем ты работаешь, да, с сыном, да, у своего папы, у своего отца, это очень классно, это очень здорово. И я вот вижу, что вот такие вот награждения, которые за последнее время имели место, наградили, это наградило его, что, ну, в Чечне он получил знак героя Чеченской республики, Агадам Кадыров, Кабардино-Балканская, Балкарская республика, Кравчево-Черкесия, Татарстан наградил, то есть, четыре региона из семи мусульманских регионов Российской Федерации, где преобладает мусульманское большинство. То есть, осталось еще три региона, это Дагестан, это Ингушетия и Башкортостан, да, вот, где еще досталось наградить. То есть, я вижу, таким образом, Рамзан Кадыров подгребает под себя, во-первых, Северный Кавказ, да, вот, заставляет их присягнуть на верность, и все мусульманские регионы Российской Федерации, а это порядка десяти миллионов человек от всего населения Российской Федерации. Ну, в принципе, мудро, не поспоришь. Хорошо, Иван, но вот эти действия, они все же для чего, для кого, какие, возможно, пропагандистские цели? Ведь, наверное, какой-то другой юноша в 15 лет, он не представляет себе возможности иметь такую золотую карьеру, как дети данного представителя. Смотрите, это непотизм называется, то есть, когда ты вокруг себя расставляешь своих родных, близких, но, с другой стороны, это ведет к краху, к крах, когда вокруг тебя находятся некомпетентные, в какой-то момент могут оказаться нелояльными люди. Помните, как сказал один из французских королей, каждый раз, когда я назначаю кого-то на должность, я произвожу 99 обиженных, да, и одного неблагодатного. То есть, вот здесь будет такая же самая история, огромное количество кланов есть в окружении Кадырова, которые недовольны такими назначениями. Ну, что она может там на руководить в 15 лет? Ну, давайте так, будем прямо, ну, в 15 лет, и вы, я, о чем были мысли? Ну, понятно, что они о госуправлении, там, все что угодно, ну, там, побыстрее смотаться, то есть, ладно, у каждого свое детство было. Здесь такая будет сама и работа. Но, что интересно, позиция Кремля молчит, вообще молчат. И вот я вижу, что Рамзан Кадыров пытается под себя подчинить Северный Кавказ, вот таким вот, присягнуть, наверное, своему сыну. И вот, что очень важно, на каждом таком награждении Адама Кадырова неизменно присутствовал, Адам Дилимханов, неизменно. То есть, мое такое убеждение, что это будущий такой регент, когда Рамзан Кадыров отойдет в мир иной, и прежде чем 15-летний, ну, сейчас 15-летний Адам Кадыров достигнет 30-летнего возраста, когда он сможет стать главой республики, весь этот период с ним будет находиться возле его трона Адам Дилимханов. То есть, готовит, готовит своего преемника заранее, уже осознает, да? Я думаю, да, скорее всего, да, потому что иным другим, я это объяснить не могу. Хорошо, но может и в Кремле тогда не против, потому что понимают, что эта семья в свое время как бы пришла и согласилась с той политикой, которую предложил Кремль, несмотря на то, что они предали чеченский народ. Вот, вот это я хотел сказать. Они предали чеченский народ. В Муфте Чечни, Ахмат Кадыров, он сначала, в первую чеченскую, надо отметить, воевал против федеральных войск, во вторую чеченскую, он переметнулся вместе со своей роднёй, со своим кланом, на сторону федеральных сил, предал весь свой народ. И очень даже возможно, что Кремль, смолчаливо согласие, которого происходят все вот эти метаморфозы, он пытается, еще раз, взять под контроль Северный Кавказ и сказать, что мой сын, наш клан, будет вам Путину, неважно кому, Патрушеву, Бортникову, служите дальше и будет держать своей силой рукой не только Чечню, но и все остальные регионы. Иван, спасибо вам большое за этот разговор и вашу аналитику. Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, был с нами в эфире Фридема. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok